Всех приветствую на канале. Здесь я говорю об аналитике, искусственном интеллекте и науке в медицине. Коротко обо мне для тех, кто со мной не знаком. Я Екатерина Тау, аналитик данных и научный редактор в медицинском журнале. Я опубликовала больше 50 статей и знаю процесс исследовательской работы изнутри. Подписывайтесь на канал, если хотите писать статьи быстрее и качественнее. Сегодня я разберу инструмент для организации библиотеки Зотера. Это не реклама, я сама пользуюсь всем, о чем буду говорить. В этом видео я расскажу, как настроить инструмент для эффективной работы и подключить нейросеть для расширения библиографии. А в следующем видео объясню, как дополнительно подключить к Зотеру нейросеть для резумирования статей. После установки Зотера регистрируемся в нем. Я это уже сделала. Вводим учетные данные. Это нам понадобится для синхронизации источников между вашими разными устройствами и другими инструментами. Нажимаем Enter. Синхронизация займет пару минут. Готово. Просто закрываем окно и продолжаем работу. Перед началом работы в Зотера переносим источники литературы из Менделея. Если вы не работали в Менделеи, то смело переходите к следующему шагу. Для получения источников вводим учетные данные из Менделея и нажимаем «Продолжить». Ждем, пока идет импорт. У меня это заняло около 15 минут. Статьи синхронизировались. Сохранилась структура папок и даже сохранились PDF-статей. Здесь хочу отметить, что в бесплатной версии объем хранилища 300 МБ. Этого должно быть достаточно для работы над одним проектом, например, диссертации и статьи по вашей теме. Расширение для работы с Word устанавливается автоматически с установкой Зотера. Расширение для Microsoft Word нужно, чтобы мы могли добавлять цитаты в текст. Сразу добавляем нужные нам стили цитирования. Нажимаем «Настройки», «Загрузить дополнительные стили цитирования» и я добавлю «Гост». Также тут можно выбрать любой другой нужный стиль. Видим, что «Гост» появился в наших стилях. Переходим в Word. В верхней панели появилась вкладка «Зотера». Чтобы вставить цитату, нажимаем «Add». Программа предлагает выбрать стиль цитирования. Пишем нужную статью в строке или же выбираем классический вид и ищем нужную статью здесь. Выбираем статью и добавляем. Если хотите добавить еще одну статью, делаем все то же самое. Чтобы добавить список литературы, нажимаем «Add Bibliography». Список появился. Если хотим изменить статью, снова нажимаем «Добавить», меняем источник и список обновится автоматически. Теперь разберем Research Rabbit. VPN для работы не требуется. Это не ресейт для поиска сходных статей по тематике, по автору, по библиографии. У инструмента пока есть недостатки. В видео я расскажу, как обойти все ограничения. Предварительно я уже зарегистрировалась в Research Rabbit. Теперь синхронизируем аккаунт «Зотера». Нажимаем «Связать», принимаем соглашение. Готово. Далее импортируем проект из «Зотера». Для примера я создала тестовую папку с одной статьей. Придумываем имя папки в Research Rabbit. И статья из «Зотера» добавилась в Research Rabbit. Теперь нажимаем «Disable Think». Это костыль, но в дальнейшем поможет корректно синхронизировать статьи из «Зотера». С помощью Research Rabbit ищем сходные статьи. Видим граф всех возможных взаимосвязей с нашей публикацией. Для примера добавляем две статьи в нашу коллекцию. Видим, что статьи добавились. И теперь снова нажимаем «Синхронизировать за терра». Придумываем имя папки и готово. Переходим в «Зотера» и видим, что появилась новая папка с двумя новыми статьями. У новых статей добавились только метаданные. PDF-файлов нет. Нам не нужно блуждать по интернету для поисков. За терра есть встроенная функция. Выделяем нужные статьи. Нажимаем правую кнопку мыши «Найти полный текст». И для статьи в открытом доступе автоматически подтянулся PDF-файл. Если мы не нажимаем кнопку «Disable thing» и будем добавлять новые статьи, то в Research Rabbit выглядит все отлично и как будто без ошибок. Статьи добавили. Снова нажимаем «Синхронизировать за терра». Переходим в «Зотера» и новые статьи не добавились. Это костыль Research Rabbit. Обходим костыль. Если хотим добавить новые статьи, снова нажимаем «Disable thing». Теперь я удалю новые статьи, чтобы показать процесс добавления заново. Как мы уже делали ранее, ищем сходные статьи, добавляем их в коллекцию и синхронизируем за терра. Переходим в «Зотерра» и теперь видим, что все статьи корректно добавились. Снова ищем полные тексты PDF. И у одной статьи подтянулся полнотекстовый документ. В этом видео я показала, как установить «Зотера» и с помощью нейросети расширить список литературы. Во второй части я объясню, как дополнительно подключить нейросеть для резюмирования статей на русском языке. С вами была Екатерина Таун. Подписывайтесь на канал, если хотите писать статьи быстрее и качественнее. Продолжение следует...